здравствуйте это сергей оставил цветение прививки и вот что получилось три плоды завязались с ними делать потом еще один снимок пришел но такой же не совсем нет вот я вы не успел сюда перенести я только это недавно деревне вернулся дурака валял не шучу я смогу себе позволить попал для не работать кончилась эта каторга деревья выросли я вам их покажу сейчас и вот смотрите письмо показалось неважным я могу даже не показывать сказать вот кто-то бы сказал срочно их это он может даже меня послушал свое время и теперь у него вот они плодики видите 1 2 3 это прививка но я смотрю на что прививка прививка на достаточно старое может быть даже достаточно взрослое дерево эта ветка наверняка цветочная так и именно то что она цветочная раз дерево взрослое 2 прививка вот эта вот часть то есть вот эта веточка взята я не вижу место прививки но она где-то тут вот эта веточка взята со взрослого дерева получилась взрослому прививая взрослую веточку и она сразу сила могла бы пойти в рост если бы это было обычно допустим однолетний двухлетний она бы по два-три года просло а потом а вот это получилось как бы провокация ей не до жиру к эта цветочная почка она расти и не собиралась у меня есть фотографии для будущей книги вот одна из них это моя сокровищница смотрите яблоня видеть а на ней привита груша привита также на цветочную ну назовем ее плодовая ветка а можно назвать все точно очень плодовая вот смотрите что получилось три года подряд я получал по 2 груши а потом она погибла ну просто отсохло все но нормально груши яблони не полная биологическая вместимость а я сейчас его нарешиваю лапши короче есть еще короче значит это для меня послужило тем что груши оказались абсолютно несъедобные и мне не пришлось тратить время на долгие годы время место я буквально настоящую я не стал потом убирать но уже ровно через полтора года я уже зал чего я тут привил это через полтора года здесь пошло практически сразу ну возможно это на второй год пошла но судя потому что я вижу здесь плохо видно где прививка ну а вот она вот она вот в самом низу ой какой волшебник вот она вижу вот она нормально да еще лучше каплю молодец но у него по моему даже в год прививки пошли вот так настолько для дерева оказалось это караул скорее продавать не трожьте вы их вот это и общее понятие у плодовых веток которые мы поливаем а это сплошь и рядом учителей тысячи а эти же они же быстро начинают плодоносить не кажется сразу яблочка грушка абрикос парис понимаете и вот эта провокация вот видите быстро она быстро а потом во я не я не вами это им учителям этим обзывать неудобно потому что вот это вот провокация что сразу дала вот какой способ прививки придумать чепуха плодовой ветки для роста для будущего рожая не используйте дерево должно быть ростовое и привать к ним так чтобы она еще 234 года не плодоносила и вам даже молить бога это один из моих постулатов хотите у нас по новому назову вот так официально но по железу вот да надо молить бога чтобы дерево вступило плодоношение как можно позже это его здоровье и будущее большое урожай а вот это вот ну что вам скажу сергей вот да повторяю оставьте вы оставили цветение оставьте плоды чего не получите вот но рассчитывать на него нельзя она никогда пока вот это основной стол толстый толстый можно ему дать переректироваться чтобы он все-таки рос смотрите видите все таки тут чего-то росло вот вы смотрите видите здесь еще дополнительно как бы тема ну сколько же мне расползаться мыслью по древу если у меня вот она все-таки дала побег ростовой все-таки дала четко видно было на третий год перед смертью я мог его отрезать на второй год на третий год и снова привить на яблоню и тогда бы у меня получилось бы то что называется по мичурину эй девчата ты вязвики мичурин что за наука а значит тогда и я тоже дурак нет не так если я это говорю значит ничего не дурак так вот он придумал так называемую насыщение ментором и вот как раз вот потом на второй третий год вот эта веточка который мы они показались несъедобны и карьера закончилась зачем мне несъедобны а если бы они были сладкие вкусно в эту второй третий год снова на яблоню и вот пожалуйста у яблони очень высокая морозок и несколько раз выше груши яблони более распространенные и с ними легче работать они не боятся сырости их можно садить местах где близко грунтовые воды и вот она грушевая яблоня вот она яблонь его груша представляете эти мячики и это того я же оскорбили оскорбили брата оскорбили меня оскорбили а мошенники 10 вот он так вот буду вспоминать еще не раз только потому вот теперь не отвертитесь вы не извинились вы не стали доказывать что я не прав что если вот эту ветку я возьму у нее приживаемость будет выше погибло через три года вот и здесь также вот она прививка у тебя четко разглядел как сразу не видел вот вот если она пойдет в рост прививку до почки дала она ягоды ну то есть фрукты и все-таки пойдет в рост а так она и пошла в рост вот она вот она вот она пошла вот с нее потом допустим если это допустим сорт один привит на другой уже совмещение на следующий раз будет лучше а если межвидовая то можно совершить чудеса например иметь грушу яблоню яблоню грушу вот он говорил что делать как они мне девчатки сказали это наша территория то есть мы не должны туда соваться со своими советами если они там учат калечить деревья значит все на этом все а нам туда нельзя вот а здесь я уже говорю все что хочу так